Всем привет, с вами Фрия. Знаете, контент ютуба на самом деле это такая некоторая площадка для пиара. Ну, никто это не скрывает, и весьма открытая и понятная информация в принципе. По крайней мере уж для меня, как для стримера, площадка ютуб является именно таковой. И люди смотрят мои видосики, видосики заезжают какие-нибудь, кому-нибудь в принципе. И после этого некоторые люди, которым возможно нечем заняться, или которые имеют хорошее свободное время, или им понравились мои рассуждения о чем-либо, они заходят ко мне на стрим. С этого плюс зрители, плюс просмотры, и плюс мое настроение на самом деле. Вот, на стримах же есть и модераторы, и другие люди, которые пишут свои мысли. И модератор есть у меня, Аек, сейчас под другим ником. Он весьма часто рассуждает по поводу там региона, по поводу там прочих каких-либо там выходов контентов, прочего. Он набросал мне по факту текст для этого видео касательно даты выхода 7.3 и каких-либо последующих моментов. Итак, начнем же. Теория 11 недель. Сейчас очень интересная информация, да, уже, наверное, всем знакомая. Я ее услышал сегодня впервые, пока мы сидели на дневном стриме, во время моего РТ. Кстати, ДК. ДК рейдю каждый день с 15 до 19 МСК. Кому интересно, приходите. Я ДК делал лучше, чем Вара. Уже. Задумайтесь об этом. Вот, расскажу, покажу вам, как это вообще все творилось. Ну что ж, зачитываю текст. Маленько не связано будет текста. Я его так прочитал, маленько потусовал, но все же, если что, я исправлюсь. Так вот, об этих 11 неделях. При 11 недельном цикле есть лишь 3 даты выхода 8.0. То есть, следующего дополнения. Либо второй части припатча. То есть, либо дата выхода 8.0, либо дата выхода второй части припатча. Как типа выход Демон Хантеров в Легионе. Итак, это либо 3 или 4 июля. Хоть это и рановато, но если не будет связанного события при затянутом припатче, выход во второй половине августа через пару недель после Gamescom'а вполне неплох. Презентации Gamescom'а или BlizzCon'а, скорее всего, будут похожи на те, что были в прошлом году. Вторая дата, это 18 или 19 сентября. Вполне оптимальная дата, но если не выход припатча, так как в этом случае выход аддона примерно под BlizzCon'а попадет, и тогда в этом случае не будет вообще ничего хорошего. Третья дата, это либо 5, либо 6 декабря. 6 мое день рождения. Вполне неплохо, так как дата выхода аддона и условный выход рейда в первую-вторую неделю января 2019-го, получается так. И аддон весьма может быть этот затянут. И при этом, если у аддона будет зимняя тематика, то это весьма наиболее вероятная дата выхода. Итак, немножко по поводу 7.3. 7.3. И если Blizzard не собираются делать очень медленный рейд, а для этого им важно сделать сложных ластов, но не овер-сложных, как с Келджеденом. Напомню, на Келджедене что-то было за 800 пулов. Это весьма много, на самом деле. По-моему, вариант с Архимондом был идеален. Игрокам искусственно наращивали гир без нерфов, и гильдям было все проще и проще убить его. То есть, ну это всякие стамфоржеты, апанное колечко на 3 эквипа, и его усиление по проценту при использовании, оно давало некий прирост к ДПСу, выживанию и всему прочему. Вот. То есть, Архимонда было убить все легче, легче и легче. По поводу нового легендарного колечка, который мы получим после убийства последнего босса в рейде, который выйдет 7.3. Последнего босса достаточно убить его в любой сложности, и колечко это усиливает эффекты от Тигеля, Света и Пустоты. Я все пытаюсь сделать обзор на Тигель, Света и Пустоты, но пока что, если честно, не удается. Как-то квестовая цепочка обходит меня стороной. Это новое легендарное колечко, скорее всего, не вариант. Не особо-то оно усилит нашего персонажа, хотя видно будет. Так как легендарок может висеть всего лишь две и одевать, ее это не особо значит получать большой прирост к своему персонажу. Я не думаю, что что-то сделают классное, что-то придумают наоборот, и действительно, скорее всего, выйдет 7.3.30 августа. Так вот, какие же три случая могут быть, если Близзард не захотят соблюдать 11-недельный цикл? При нем все-таки, если рассчитывать при нем, то 7.3 выходит 29-го в Америке 30-го августа в Европе, рейд 14-го, 15-го ноября. То тогда при выходе нового аддона в июле рейд простоит, получается, 32 недели, что в принципе нормально, против 60-ти недель у Сдели Адского Пламени. Но в итоге-то получается, что сам аддон выйдет рекордно быстрым, и это при том, что в Лионе очень много контента, реально, наибольшее количество контента за аддон, и это делает дату выхода в июле менее вероятной. В итоге мы получаем такие классные вещички, что... Хотя, это если они откажутся от этой идеи, давайте вдумаемся в это. Просто подумаем и обдумаем всю эту информацию, если бы этой схемы не было, и маленько помечтаем. 7.3 выходит 14-го и 15-го ноября, 7.3.5 30-го и 31-го января 2018-го. Blizzard также могут затянуть 7.2.5 для более спокойного перехода к медленному 7.3, так как гробница вышла медленным рейдом, пусть и лишь с 9-ю боссами, если я в этом за контент вообще будет 2 ПВП сезона, что не в новинку, и нам покажут какие-то фишечки перед полетом на Аргуст за 2-4 недели до этого. Вторая версия. 7.3 выходит 29-го 30-го августа, 7.3.5 30-го 31-го января 2018-го. Blizzard добавит много контента между патчами, можно увидеть новое, какое-либо внезапное ПВЕ-действие, новый внезапный мини-рейт, как типа испытания доблести, а может быть еще и добавят мини-сетики, как типа в квартале или катакомбах, или каким-либо порталом. Также третья версия. Blizzard перестанут выпускать патчи каждые 11 недель, все же это число достаточно сложно соблюдать, и, возможно, число 77 дней приковано к номеру аддона. 7.цифра.цифра. И под конец аддона Blizzard изменит дату релизов. Как-то так видит эту ситуацию мой модератор, я в принципе с ним согласен, особенно с последними тремя версиями. Жду каких-либо ваших комментариев по поводу этого. Что вы скажете? Согласны ли вы хотя бы с какой-то из этих теорий, или не согласны? Рассуждение весьма отлично, идеальное, оно меня полностью устраивает. В ближайшее время я дам вам небольшой анонсик по поводу ближайшего контента на стримах и каких-либо моих отъездов. А, уже маленько проголтался. Эх. Ну и ладно. Так вот. Под конец еще что хотелось сказать. Или не говорить это. Ну, по поводу выхода рейда. То, что, несмотря на все, вариант выхода рейда в конце ноября, в начале декабря вполне вероятен. Так как уже почти все боссы либо были протестированы, либо будут тестироваться на следующей неделе. Хотя, на самом деле, знаете, честно скажу, то, что такая же ситуация была и в 7.2.5, когда тестировали киллджедеянов, всяких других последних боссов, ну, то есть там предластовых-ластовых боссов в гробнице. И что мы получили? Мы получили нерфы после убийства сильнейшими гильдиями этого босса. Сильнейшие гильдии выступили в роли тестеров. Кайф. Всех вам благ, счастья, здоровья. Пишите свои мысли. Жду их. Подискутируем. Ну, надеюсь, вы культурно будете поставлять свои мысли. Кто напишет некультурно, пойдет далеко-далеко. Все-таки у нас культурные стримы и культурная комьюнити. Всех вам благ, счастья, здоровья. До скорого. Берегите ноги. Субтитры сделал DimaTorzok